Время новостей на телеканале Север, в студии Алина Ваучейская. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня. Плюс 6. В Ининицком округе зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Пятеро человек – работники нефтепромысла на Харьяге, еще один заболевший в поселке Искателей. Сделаем город чище. В Нарьинмаре стартовали субботники. Сегодня на уборку мусора вышли представители органов власти. Детскому отдыху быть. В Нарьинмаре будет организовано три смены летних танцевальных сборов. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. И в начале выпуска об эпидемиологической ситуации в Ненецком округе. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 6 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 5 человек – это работники нефтепромысла на Харьяге. Все они заразились через контакт с сотрудником сервисной подрядной организации, работающей на производственной площадке Харьягинского месторождения. 23 мая у него были выявлены симптомы ОРВИ. После его госпитализировали в Усинскую центральную районную больницу. Тест на COVID-19 показал положительный результат. В рамках проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий был определен круг контактных лиц, который состоял из 53 человек. Лаборатор на COVID-19 подтвердился у 5 человек. Все они изолированы в условиях обсервации и проходят амбулаторное лечение на промысле. У троих болезнь протекает в бессимптомной форме. Состояние остальных оценивается как стабильное. Еще один заболевший гражданин – житель поселка Искателей. Ранее он прошел курс лечения от коронавирусной инфекции в Архангельске и был выписан по выздоровлению домой. Перед госпитализацией в Ненецкую окружную больницу по случаю обострения своего основного заболевания у него в плановом порядке был взят мазок, который оказался положительным. В настоящий момент проводятся дополнительные обследования с целью исключения его эпидемиологической опасности для окружающих. На период до обследования пациент помещен в специализированное отделение, пояснили в профильном ведомстве. В общей сложности за период пандемии в регионе зарегистрирован 81 случай заболевания COVID-19. Из них выздоровело 35, умерли двое. На сегодняшний день в окружной столице 19 человек получают стационарное лечение. Под наблюдением находится 433 человека, из них 10 в обсерватории, 423 на самоизоляции. Проведено 3153 исследований на коронавирус. По инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого округа Юрия Бездудного, в регионе расширен перечень категорий медиков, которым полагаются выплаты за работу в условиях борьбы с COVID-19. Для дезинфекторов, осуществляющих обработку помещений, транспортных средств, подверженных заражению новой коронавирусной инфекцией, предусмотрена выплата в размере порядка 29 тысяч рублей. Чуть более 65 тысяч получат врачи-специалисты иных профильных подразделений, непосредственно участвующие в оказании помощи инфицированным пациентам. Для среднего медперсонала предусмотрены выплаты в размере 32 700 рублей. Врачи, средний медицинский и технический персонал, находящиеся во временной изоляции в стационарах медорганизаций в круглосуточном режиме и оказывающие помощь больным COVID-19, будут получать по 40 и 25 тысяч рублей соответственно. Выплата этим категориям работников будет предоставляться в составе зарплаты за фактически отработанные рабочие дни смены. Также выплаты получат уборщики служебных помещений в специализированных отделениях, где проходит лечение пациента с коронавирусом. Вне зависимости от фактически отработанного времени, им будет предоставляться выплата в размере 21 тысяч рублей. Как пояснили в окружном профильном ведомстве, ко всем выплатам применяются районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Переходим к теме паводка. Территория, на которой расположено село Оксино, постепенно выходит из зоны затопления. По информации Объединенной гидрометеорологической станции Нарьинмара, уровень воды в населенном пункте перейдет на спаде через отметку неблагоприятное явление к вечеру текущего дня. Великовисочное и соседние села в связи с высокой водностью озера и слабо промерзшими болотами освобождаются от затопления значительно медленнее. Переход через неблагоприятную отметку затопления на спаде по Великовисочному произойдет 10 июня. По данным гидрологического бюллетеня, на утро 5 июня в Великовисочном уровень воды упал на 10 сантиметров и достиг отметки 850 сантиметров. В Оксино минус 7 сантиметров за сутки, здесь 742 сантиметра. В Андиге без изменений 534 сантиметра. В Осколково минус 6 сантиметров, уровень воды на отметке 535 сантиметров. В районе Нарьинмары 542 сантиметра минус 7 сантиметров за сутки. В администрации Заполярного района состоялось заседание с седьмой сессии Совета депутатов. В повестке значились 15 вопросов. Парламентарии заслушали отчеты главы района, руководителя районной администрации и председателя контрольно-счетной палаты за 2019 год. Все доклады были приняты к сведению и получили единогласную поддержку депутатов. Ирина Никешина продолжит. В ходе своего выступления глава Заполярного района особое внимание уделил работе с обращениями граждан. Всего в 2019 году в адрес главы поступило 70 сообщений на различные темы. По словам Виктора Ильина, оценить качество проделанной работы и удовлетворенность гражданина результатом рассмотрения его просьбы помогает обратная связь. Мы не только помогаем гражданину, но и узнаем, насколько проделанная нами работа поспособствовала решению ситуации и доволен ли гражданин конечным результатом. Подобная система позволяет нам выявлять проблемные стороны в деятельности органов власти и организации. И на мой взгляд, положительная оценка нашей работы жителями Заполярного района – это та цель, к которой нам необходимо стремиться. Также глава района пояснил коллегам, что взаимодействие не только с гражданами, но и с общественными организациями помогает органам местного самоуправления в решении волнующих населения вопросов. В прошлом году была активизирована работа с землячествами и национальными диаспорами, а также состоялись встречи в рамках работы Координационного совета при главе Заполярного района по делам инвалидов. Результатом стало получение обращения о том, что некоторые категории граждан, проживающие на селе, не имеют права на льготное посещение общественных бань, как сделано это, например, в городе. Такая недоработка привлекла наше внимание, и Совет совместно с администрацией отработали этот вопрос. И на сегодня мы имеем конкретный результат. С 1 апреля около 50 жителей наших муниципалитетов получили право бесплатно пользоваться услугами общественных бань муниципалитетов. В завершение своего выступления глава района озвучил задачи, которые он ставит перед Советом и администрацией Заполярного района на 2020 год. Ирина Никешина, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Чуть меньше месяца остается до дня общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России. 1 июля будут приняты беспрецедентные меры защиты здоровья населения. Всех членов избирательных комиссий и участников общероссийского голосования обеспечат масками, перчатками и кожными антисептиками. Помещения для голосования будут обрабатывать дезинфицирующими средствами. Ну а для тех граждан, кто не сможет исполнить свой гражданский долг по месту регистрации, 5 июня в Ненецком округе заработал проект «Мобильный избиратель». Система позволяет подать заявление о голосовании по месту пребывания. В теме разбиралась Ольга Руссул. 1 июля в нашей стране пройдет голосование за поправки в Конституцию Российской Федерации. Выразить свою гражданскую позицию теперь можно не только по месту постоянного проживания. Открепиться от своего избирательного участка можно несколькими способами. Например, через портал госуслуги. Для этого необходимо открыть портал госуслуг по адресу госуслуги.ру. У вас появится сразу меню с выбором соответствующей услуги для выбора участка. Перейти к услуге, авторизоваться и заполнить интерактивное заявление. Обращаю внимание, что для того, чтобы заполнить заявление через портал госуслуг, необходимо иметь подтвержденную учетную запись. Свою учетную запись можно подтвердить в офисах МФЦ, либо онлайн-банках, таких как Сбербанк, Тиньков, ВТБ, Почтобанк. Кроме того, жители региона, выезжающие на период голосования за пределы округа, могут подать заявление в центры «Мои документы». Важно, что услуга будет предоставляться во всех офисах МФЦ без предварительной записи. На месте специалист МФЦ поможет оформить заявление, и дальше информация будет передана в избирательную комиссию. Также заявление можно подать через портал госуслуг, так сказать, не выходя из дома по месту проживания. Что касается времени работы по приему заявлений, они будут приниматься с 5 по 21 июня во всех офисах МФЦ. Режим работы офисов у нас размещен на сайте, на портале сети МФЦ. Что касается работы по приему заявлений офисов МФЦ, расположенных в сельских поселениях округа. Здесь специально выделяется отдельный час работы, сверхурочно, для приема именно заявлений как раз по голосованию. Кроме того, на территории города действуют пункты приема заявлений для тех, кто желает проголосовать вне места своего жительства. Пункты приема заявлений расположены в КДЦ «Арктика» по адресу улицы Смедовича, 20А, кабинет 144. График работы в будние дни с 16 до 20 часов, выходные и праздничные дни с 12 до 16 часов. 21 июля единственное заявление принимают с 10 до 14 часов. Также работает пункт приема заявлений территориальной избирательной комиссии Нарьдмарского городского округа, расположенный по адресу улицы Смедовича, 12 в помещении городской администрации. Он также работает в будни с 17.30 до 21.30 и в выходные и праздничные дни с 12 до 16. 21 июня работаем с 10 до 14. Пункты начали работать уже сегодня в 16 часов, они приняли первых посетителей. Меры безопасности обеспечены всеми средствами защиты, масками одноразовыми, перчатками, все это будет выдаваться, антисептики, все закуплено, одноразовые ручки, термометр, все это закуплено. Напомним, что заявление на голосование вне места постоянной регистрации можно подать с 5 по 21 июня. Сегодня в России отмечается День эколога. Это праздник тех, кто на профессиональной основе осуществляет природоохранную деятельность. День эколога в 2020 году знаменуется акциями, цель которых – обратить внимание на отношение к окружающей среде, промышленных предприятий, государства и граждан. В Ненецком округе уже реализовано большое количество соответствующих экологических проектов. Так, в рамках нацпроекта «Экология» в 2019 году региональные власти защитили проектную документацию по очистке от объектов накопленного экологического ущерба поселка Амдрама. Сейчас ведется работа по привлечению финансирования на реализацию проекта. Также идет проектирование на рекультивацию свалок в Нарьинмаре и поселке Искателей. Документ должен появиться в следующем году. По итогам 2019 года в регионе ликвидировано более 80 стихийных свалок. Почти 700 жителей округа приняли участие в акции «Чистый берег». Им удалось очистить 54 километра береговой линии. В этом году показатель может быть увеличен. И это еще не все. В следующем году у нас есть целый ряд проектов, которые мы планируем инициировать или продолжить реализовывать. Это расчистка входящих водотоков от озера Голодная Губа. Это и демонтаж уже в этом году телефонных сетей, старых устаревших телефонных сетей в поселке Нижняя Пёша. Это и разработка проектной сметной документации по расчистке и углублению русла реки Красная, около поселка Красная. Также в этом году мы планируем завершить разработку электронной схемы модели обращения с отходами. И такая масштабная работа, которую мы еще привлекаем в большой круг научной общественности, это переиздание нашей Красной книги Нинско-автомобного округа практически уже на этапе передачи в типографию, окончательный макет, который был разработан с помощью привлечения научного сообщества. Все достигнутые показатели, отметил Альберт Чебдаров, заслуга тех, кто работает в сфере экологии. И в предложение темы. Сегодня в День эколога был дан старт акциям по уборке городских территорий. Так называемые субботники проходят в регионе ежегодно и собирают большое количество единомышленников. Так, в солнечно-июньский день на уборку мусора вышли представители органов власти. К ним присоединилась и наша съемочная группа «Слово Екатерине Дементьевой». Народная мудрость гласит – чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Впрочем, вслед за сходом снега на городских улицах и во дворах появляется грязь и ссор. Именно поэтому на помощь природе приходят добровольцы. Среди них сегодня представители органов власти. Считаю, что такие мероприятия необходимы. Все-таки какая-то помощь по уборке территории, то есть поддержать красоту нашего региона, нашего города. И, с другой стороны, приятно, когда вокруг чисто, аккуратно. Приятно и гулять на улице, выходить с детьми и понимать, что все чисто, никакие бумажки не будут ребенком взяты. На площади Мородсей всем представителям власти выдали необходимый инвентарь. За каждым департаментом закрепили определенную локацию для уборки. С учетом нашего Наринмарского короткого лета, возможно, это единственная возможность побывать в хорошую погоду на свежем воздухе, потому что все остальное время служащие не проводят в офисе. Хорошая погода – полезное дело, почему бы и нет. Нам определили фронт работ, выдали инструмент, ну, не знаю, может быть, даже устроим соревнования между коллегами, кто наберет больше. В общегородском субботнике принял участие и временно исполняющий обязанности губернатора Ненинского автономного округа Юрий Бездудный. Он проходит для того, чтобы наш город стал чище. Мы стартовали на этом участке. Ну, кстати, субботник проходит во всех районах города. Участвуют все, кто хотел бы присоединиться к этой акции. Тем более, что сегодня День эколога, и можно сказать, что мы в День эколога проводим такую замечательную акцию. Завтра эта акция продолжится уже в другой части, на Лаевожской дороге. И мы призываем, приглашаем всех принять участие в этой акции молодежного центра. Часть территорий пока еще скрыты под водой. Также из-за паводка много мусора было вынесено на береговую линию. Сегодня у нас в основном охвачен центр города, центр Кармановка. То есть мы распределили их, так как основные участники у нас сегодня – это государственные органы власти, то распределили территории, именно находящиеся здесь. А в дальнейшем у нас также будет и силами городской администрации, мы будем убирать и территории, которые сейчас подтоплены. И в течение еще всего летнего периода у нас будет проходить акция «Чистые берега», когда и волонтеры, и просто жители города будут убирать территории. Это абсолютно добровольная акция, которая направлена для того, чтобы создать комфортные и приятные условия для всех здесь проживающих, всех гостей. Помочь в уборке мусора, накопившегося за зимний сезон, можно и в городе, и в зеленой зоне. Акция продлится до конца июня. Но и в остальное время не стоит проходить мимо выброшенного кем-то на землю мусора. Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Отдыху быть. Центр развития и досуга «Элит» открывает три смены летних танцевальных сборов. Досуг юных танцоров будет проходить в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Тему продолжит Наталья Дуркина. Для Арины Пистеревой это уже третий по счету танцевальные сборы в Центре развития и досуга «Элит». Девочка четыре года занимается по направлению хип-хоп. Начало творческой смены ждет с нетерпением. Я бы хотела научиться помощнее танцевать, полуспорта, например, контемпы, ну и чего-нибудь. Рамиль Нутфулин танцами не занимается, однако в прошлом году отправился на летние сборы в Центре развития и досуга «Элит». Мальчик настолько увлекся, что на этот раз был в числе первых, кто пожелал вновь посещать творческую смену. Я жду от этой смены лагеря что-то нового, всякого. И танцы хорошие. И мне там нравится делать, играть с новыми друзьями. Можно познакомиться, если новые друзья, или со старыми играться. Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, родители понимают, как важно развивать ребенка даже в летний период. Мама Рамиля Ирина Нутфулина полностью доверяет преподавательскому составу. Мы им прекрасно доверяем, своих детей, поэтому нет сомнений в их и педагогических способностях. Мы спокойны за своих детей, по крайней мере. Мы знаем, что они там и накормленные, и с ними хорошо играют, и они занимаются, поэтому в этом плане проблем нет никаких. Был отчетник в прошлом году, и действительно я была поражена, что лично мой ребенок, да и в принципе и другие дети, за такой короткий срок выучили 8 направлений, насколько я помню, разных танцев. Они были, ну, не совсем короткие, может даже по минуте где-то, и с различными движениями, не так, что там 2-3 повтора. Поэтому, да, это оставило неизгладимое впечатление. И я была горда за своего ребенка. Ежегодные танцевальные сборы Центра развития «Досуга элит» стартуют уже 8 июня. Программа творческой смены разнообразна. Танцевальные направления от вакинга до контемпа. Летний лагерь будет проходить в три смены для детей от 6 до 13 лет. Мы проводим различные мастер-классы. Также по актерскому мастерству, по вокалу, по спортивным направлениям, по гимнастике, по растяжке. Также у нас каждое утро день чему-то будет посвящен. То есть это, возможно, будет шоу-программа, может быть, это будет викторина, может быть, это будет день танца, может быть, это будет день тар-тар. То есть это разные у нас тематические часы для того, чтобы ребенка зарядить на весь день. Группы рассчитаны на детей с разным уровнем танцевальной подготовки, а также по возрастным категориям. В конце каждой смены отчетный концерт для родителей, вручение сертификатов и памятных подарков. То есть в этом году мы решили, что разнообразим все в кругу нашем, семейном. У нас новые педагоги появились, приезжие из Екатеринбурга, и сейчас еще долгожданный наш тренер приехал. Я думаю, что этого будет вполне много и достаточно для ребенка. Добавлю, Центр развития досуга и лиц снабжен средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками и антисептиком. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Владислав Ткачев, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – компания «Полар Транс». Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго, берегите себя и своих близких, будьте здоровы и хороших вам выходных. Продолжение следует...